Привет всем на очередной тренировке программы FitMe. Сегодня мы прокачаем классно пресс, ягодицы, сделаем не обычные приевшиеся движения, а интересную, предложу вам подборку, которая до самых глубин достанет ваши мышцы и заставит их поработать при любом раскладе. Тем, кто попал на это видео случайно, из поиска на ютубе и не знает, что такое FitMe. FitMe это программа, в которой уже 65 тысяч человек привели себя в форму за 5 лет. Мы помогаем навести порядок в питании и физической активности. В первую очередь, конечно же, питание, потому что это основа успеха для тех, кто хочет изменить массу тела и избавиться от жировых отложений. Вот вторую очередь, это тренировки для того, чтобы чувствовать себя лучше, для того, чтобы выглядеть лучше и добиться максимального, собственно, результата. Если кому-то кажется, что все эти вопросы питания, подсчеты калорий, БЖУ и все эти страшные вещи, это очень тяжело, то спешим вас переубедить. Сможете просто воспользоваться планом питания от FitMe. Ссылочки всегда прикреплены под описанием к видео. И убедиться на себе, что все довольно просто, понятно и результата может достичь каждый. Если вы сами себе не усложняете жизнь, не вводите какие-то странные непонятные ограничения, то все будет прекрасно. Достаточно разговоров. Начинаем нашу тренировочку. Как обычно, все упражнения будете видеть на экране заранее. Будет идти таймер, вам останется только повторить за мной. Работая в начале сетами на прессы и ягодицы отдельно, в конце нас ждет упражнение, которое затрагивает сразу все эти мышцы. Сделаем два круга для самых сильных. Для самых-самых суперсильных можете поставить тренировку на повтор. Те, кто чувствует, что пока не в состоянии сделать два круга, сделайте один кружочек полностью, и это будет очень классным достижением. Давайте начинать. Начинаем мы с ягодичных мостиков, стоя на одной ноге. Ложимся на спину, становимся на пяточки, одну ногу подняли и работаем 30 секунд. Сразу же после ягодичного мостика будем выполнять скручивания. За 10 секундочек до старта вы увидите на экране, как они выполняются. Но в процессе, как обычно, я буду давать подсказочки для того, чтобы сделать это движение максимально эффективно и правильно. Пока работаем, толкаем вверх таз, стараемся напрячь ягодицы. Внизу пола мы не касаемся. Поставили обе ноги на пол и выполняем таким вот образом скручивание. Напрягаем живот, стараемся прижать поясничку к полу и максимально скрутиться в клубочек. Живот стараемся прямо к спине прилепить. Наверху касаемся пола, внизу можем коснуться голени. 30 секундочек отдыхаем, повторяем все то же самое зеркально, но уже стоя на другой ноге. Опять ягодичные мостики и скручивание. Пока есть время просто побалдеть. В моем случае посмотреть на небо, в вашем случае не знаю, куда, где вы делаете, на потолок. Готовимся к ягодичному мостику, ставим ногу на пяточку, вторую ногу поднимаем и ждем сигнал таймера. Руки могут лежать вдоль тела, ближе, дальше, непринципиально, как вам удобно. Поехали. В верхней точке небольшая пауза. Каждый подъем выдох, выдох, выдох. Подгорают ножки, подгорают ягодицы. Скручиваемся в клубочек, ложимся обратно. Скручиваемся в клубочек, ложимся обратно. Работаем не спеша, чувствуем, что включаются в работу мышцы. Обязательно стараемся приблизить грудь к тазу, свернуться в клубочек. Только тогда от этого движения будет какой-то смысл. Отдых. Переходим на следующий сет. Первое движение, одно из моих самых любимых, самых тяжело мне отдающихся, это отведение бедра лежа на боку. Упираемся на предплеща, нижнюю ногу сгибаем в колени, верхняя нога остается прямой. Затем мы поднимаем таз и 30 секунд работаем, отводя прямую ножку вверх. Стараемся опускать низ ногу плавно, не бросать ее и не касаться пола. И поехали. Что касается второй руки, можно поднять ее вверх, можно держать за головой, а можно поставить на пол, обеспечив себе еще одну точку опоры. Выбирайте сами любое положение, которое сегодня для вас доступно. Тяжелее всего работать, конечно же, когда рука за головой, тогда включается еще больше мышц стабилизатора в работу. Я вот сегодня не сильно в себе уверен, поэтому буду, пожалуй, опираться в пол. Отдых. Далее скручивание в боковой плаже. Увидите на экране. Все хорошо? Оператор напугал меня. Как долго он был назад. Хорошо. Поднимаемся в боковую планочку. Вот наша ручка. Она тянется за корпус, как будто сзади хотим дотянуться до чего-то далекого. Подтянулись. Полностью выпрямились. Подтянулись. Полностью выпрямились. Посмотрели на ладошку. Скручиваем корпус, разворачиваемся. Скручиваем, разворачиваемся. Работаем 30 секунд. И затем повторяем все зеркально в другую сторону. Все, это значит, мы начинаем с отведения бедра и затем подключаем повороты корпуса. Разворачиваемся на другой бок. Используем 30 секунд отдыха на максимум. Дышим. Восстанавливаемся. Футбол на велосипедах когда-нибудь играли. Сборная местная проехала. Поднимаем таз, отрываем бедро и поехали отводить. Плавненько вверх. Вниз мы ногу не бросаем. Все время контролируем движение. И вверх и вниз работаем плавно. Да, на всякий случай, если вы там сомневаетесь, все ли хорошо, чувствоваться будет здесь не та нога, которой вы отводите, а нижнее бедро больше. Это нормально, так и должно быть, не пугайтесь. Отдых. 30 секундочку, отдыхаем. И напомню, у нас скручивание, стоя в боковой планке. Следующее движение. Готовимся к планочке. Ноги можно ставить одна на одну, можно ставить рядышком. Мне принципиально тоже абсолютно, как вам сегодня удобно. Поехали. Стараемся не опускать таз вниз. Всегда держаться высоко, красиво. Тянемся за корпус, скручиваемся. Скручиваемся. Отдых. Следующих два сета мы делаем отведение бедра, стоя в планке. Но планка будет необычная. Мы будем стоять в планочке, немножко согнув опорную ногу. И из этого положения поднимаем бедро вверх. Представьте, что вы хотите стопой толкнуть в потолок, например. Или небо, в моем случае. Ладошки на полу, руки параллельные. Нога опорная слегка согнута. И поехали. Здесь работает сразу и пресс, и ягодицы вместе. Аналогично. Все движения плавные, подконтрольные. Вниз ногу опускать до пола не нужно. Опускаем только до уровня второго бедра, ножки, которые стоят на полу. Отдых. И повторяем то же движение, зеркально, но уже отводя вверх вторую ногу. И затем нас ждет второй такой же круг. Напомню, что самые сильные могут сделать больше кругов, просто поставив тренировку на повтор. У нас там где-то в начале пару секундочек, говорит, оператор съелась. Поэтому не обращайте внимания, что таймер резко перескочит на пару секунд. Планки всегда стараемся сохранить тянутым напряженным живот. Теперь не прогибаемся в пояснице, живот пытаемся прижать к спине. Аналогично. Здесь больше нагрузка будет чувствоваться на трессе и на той ножке, которая стоит на полу. Не на той, которую мы отводим. Отдыхаем. И повторяем второй такой же круг, начиная с ягодичных мостиков. Напомню, мы делали ягодичный мостик и сразу же выполняли скручивание. Итого получалась суммарно минута работы, 30 секунд отдыха. Из этой минуты 30 секунд выполняем ягодичные мостики, 30 секунд выполняем скручивание. Поехали. Даже не хочется говорить, потому что второй круг гораздо веселее, чем первый. Мышцы прямо сразу горят огнем. Скручивание, скручивание, прошу прощения. После плавночки привык отдыхать после выполнения. Чуть не забыл. Отдых. 30 секунд дышим, отдыхаем. Возможно, придется чуть-чуть перезапустить таймер, потому что что-то мне подсказывает, что я поставил чуточку меньше кругов, чем необходимо для этой тренировки. Ничего страшного, на монтаже вы ничего даже не заметите. Поехали. Поехали. Поднимаем таз высоко, высоко. Поехали. Поехали. Скручивание. Скручивание. если вдруг заболеть шея на скручиваниях можно положить руки за голову и сделать кучни в таком формате и секундочку отдыхаем проверим как там наш таймер вроде бы все хорошо сейчас попробуем сделать подъемы бедра и повороты в планке сразу с этом без интервала отдыха между ними ложимся на бочок ждем сигнал таз вверх поехали плавненько все три секундочек терпим не сдаемся мышцы горят даже у меня тренировки собственным весом очень сильно недооценены если ваша цель не набор большой мышечной массы подъем больших весов и так далее а цель просто потянуть тело улучшить его качество улучшить внешний вид то тренировок собственно весом зачастую может быть предостаточно если их делать регулярно честно и постепенно повышать уровень нагрузки для себя усложняет тренировки делать их больше делать больше интервала работы меньше интервалы отдыха отдыхаем повторяем все то же самое стоя на другом боку пока готовимся к работе готовимся готовимся ждем 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 осталось буквально пять секундочек отдохнуть и будем работать второй круг немножко интенсивнее и за счета на два круга зашли те кто сегодня готов поработать серьезнее плавно спокойненько не допускаем того чтобы раста спадал на землю сразу боковая планочка и поехали и и и и и и и и дальше нас ждет отведение бедра стоя в планочке планка необычная а согнув опорную ногу ух терпим до конца опорная ножка может гореть на который отводим чуть-чуть позже ну и пресс естественно работает на всю катушку отдыхаем завершаем последний круг отведение бедра стоя планочки и на этом сегодняшняя тренировка все кому оказалось мало на повтор и не забывайте выполнять остальные тренировки тоже они все собраны в плейлисте годовая программа тренировок фитве здорово это было не просто мышцы почувствовались я даже подозреваю что завтра будет небольшие отголоски от того что сегодня происходило круто если вы позанимались справились не забывайте пожалуйста писать комментарии это важно для всего важно пока пока